всех приветствую тема лекции сегодня секс и духовное развитие многие считают что секс и духовное развитие но вообще не сопоставимо но не сочетается отнимает энергию что кто занимается этим он не может развиваться духовно то есть это неправильно то есть куча куча разных аспектов оправданий находит так далее сегодня расскажу так как есть на самом деле есть женщина есть мужчина мы рождаемся на этой планете и мы не можем размножаться без друг друга большинство людей на земле в программе прописано рождение детей то есть если люди живут вместе они могут заниматься сексом столько сколько нравится многие люди в том числе мы с антоном снимали совместное видео рассказывали антон рассказывал что на него это суперски влияет знаете можно внушить себе что стоя на одном пальце вся жизнь будет меняться когда научитесь стоять на одном пальце то есть это тоже можно сделать научиться и кто же вся жизнь поменяется когда по телевизору будут показывать когда это вы себе внушите и таким образом у вас все поменяется в жизни то есть самовнушение часто бывает влияет конечно когда человек находится на растительном типе питания на среднем длительное время когда человек воздерживается когда человек меньше ходит спортзал то есть ходит ну умеренно скажем так любой избыток в сексе спорте в чем-то еще он конечно забирает энергию вы расходите энергию физическую просто вам очень сложно сконцентрироваться медитации там до выполнять асаны правильные на йоге когда ходите и так далее то есть это все взаимосвязано когда много сексом занимаетесь тоже отнимает энергию но до определенного момента конечно в жизни секс он не должен мешать ничему когда его нету это плохо и когда его много может тоже не есть хорошо опять же все мы разные разные то есть кому-то надо каждый день кому-то надо через день кому-то раз в неделю раз в месяц и так далее то есть каждый выбирает сам то есть мы себя программируем до распределяем свой график таким образом чтобы было комфортно то есть выбираем для жизни такого человека с тем комфортно до находиться рядом физическом плане в духовном плане по крайней мере нормальный человек так делает который встал на духовный путь развития понятно что раньше мы этого не знали и более взрослые люди уже сделали неправильный выбор ошибки сделали один развивается другой не развивается не готов человек в этой жизни развиваться но вот совместные дети люди вместе живут так далее воздержание она хорошо с психологической точки зрения то есть вы вырабатываете в себе силу воли ставите перед собой какие-то цели задачи и так далее ну неплохой опыт я бы сказал человек получает очень неплохой опыт духовное развитие но сильно не пересекается с сексом понимает это разный процесс здесь допустим человек живет в городе квартира не на первом этаже допустим улица петрова 28 а и дом напротив там петрова 26 б что там он будет духовно развиваться что здесь то есть главное чтоб не было темных и а мертвый душ в квартире все то есть разница практически никакой не будет то что там люди рассказ вот я там воздерживался там супер ощущения там я летал там и так далее у меня тоже бывает не я иду медитирую вообще кайф прямо идеально все четко а бывая не что идешь и куча мыслей в голове как решить этот вопрос этот 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 не очень сложно концентрироваться когда загружена жизнь очень тяжело это делать не просто каким-то мелкими проблемками там а когда вы тебя их много и требуют решения постоянно вы уделите мысли крутится в голове так далее конечно сложно а секс ни при чем если каждый день заниматься то ну конечно может быть сложнее кому-то будет есть люди у которых недостаток энергии вот если человек с недостатком энергии будет много сексом заниматься то не могут ощутимые проблемы то есть ему сложно будет духовно развиваться дамы то что духовно развиваться будет сложно ему все будет сложно делать и физически много работать и звал зал ходить и так далее то есть это все связано если человека достаточное количество энергии то он и сексом может много раз заниматься и духовно развиваться то есть это нормально ну в принципе особых там таких подводных камней нет просто в плане секса очень много мифов разных легенд либо это вообще плохо просто до либо люди занимаются этим постоянно единственно что опять же говорю не надо постоянно менять половых партнеров это опасно а для здоровья б опасно для кармы наработали кармы зацепить и негатив вот и так далее то есть это делать не надо тем более если вы живете с человеком который вам подходит по энергии по программе наработайте кому прямую непосредственно не по не зацепить от кого-то там постепенно накопится небольшая а именно вот прямая поэтому надо этого опасаться пишите свои комментарии если не стесняетесь и желание вот какие-то опыт наблюдения людям будет интересно потому что все хотят это на практике чувствует видеть мои слова это мои слова на люди которые приходят на канал недавно пришли им интересно почитать ваши комментарии спасибо за внимание удачи видимся новых видео до свидания